Привет, меня зовут Кирилл, и я расскажу вам сегодня основы работы с нашим редактором локаций. Когда вы ставите Warthunder CDK, у вас на рабочем столе появляются три дополнительных иконки. Это редактор миссии, редактор локаций и Asset Viewer. Сегодня мы будем работать с редактором локаций. По умолчанию вам доступна одна первая локация, Location Sample. Если вы хоть раз открывали наш редактор локаций, то вы видели этот остров и знакомы с ним. Это Location Sample Level BLK, или, если кто не запускал наш редактор, это просто Iwajima. Весь этот остров вы можете изучить сами. Мы нашу локацию начнем делать с того, что сохраним копию и будем издеваться уже над ней. В сохраненной копии я сразу удалю все ненужные нам объекты, то есть все объекты кроме полигона воды. Выделю и удалю. И сделаю следующее. Один из самых часто задаваемых вопросов, если не самый частый, как изменить размер дефолтной локации. Размер локации у нас зависит всего от двух параметров. Это разрешение хитмапа и размер ячейки хитмапа. Размер ячейки хитмапа задается в метрах, он умножается на разрешение хитмапа в пикселях, и мы получаем финальный размер локации в метрах. То есть наша локация с хитмапом 2048 и размером ячейки 16 метров дает нам локацию в 32 километра 768 метров в длину. Если мы хотим поменять размер локации, то все, что нам нужно сделать, это изменить размер ячейки. То есть путем простых математических вычислений мы можем посчитать, что примерно 100 километровая локация обладает размером ячейки в 49. Давайте проверим. 49 умножить на 2048. Это 100 километров 352 метра. Размер ячейки у нас должен быть целым числом, дроби не подходят. Ставим 49, нажимаем Enter. Видим, что у нас все несколько испортилось. Это происходит потому, что редактор не может сразу переварить изменения размера ячейки, и нам придется выйти и войти заново, чтобы увидеть нормальный хитмап. Но перед тем, как мы это сделаем, давайте отэкспортим хитмап, чтобы мы могли его редактировать в внешнем любом редакторе. Конкретно я буду пользоваться фотошопом, но общие принципы одинаковы для всех редакторов. Хитмап у нас может храниться в разных форматах. Самый часто используемый и наиболее удобный – это формат RAW. У него есть два больших подразделения – это 32-битный и 16-битный файл. 32-битный файл позволяет большую точность, но фотошоп с ним, к сожалению, работать не умеет. Если вы будете работать с хитмапом при помощи программы, например, World Machine, то лучше пользоваться 32-битным. Фотошоп использует систему под названием Photoshop.ro, которая отличается от файла R16 только разрешением. То есть, если вы имеете откуда-то взятые файлы с разрешением R16, вы можете просто их переименовать в RAW и они будут работать. Ну, а мы просто сохраним файл сразу под Photoshop. Кнопка Get Dimensions from Heatmap позволяет взять размерности прямо с нашего уровня, чтобы не подбирать потом их руками. Параметры, которые надо знать – это Heat Range – это разница между самой низкой и самой высокой точкой. То есть, от самого низа этой локации до самой высокой точки этой локации – 1328 метров. А Minimal Height – это сдвиг самой нижней точки относительно абсолютного нуля. То есть, самая нижняя точка находится на высоте минус 784 метра. Откроем наш Heatmap в Photoshop. Как мы видим, это файл разрешением 2048-2048 точек. И в нем самые белые точки – это максимально высокие места нашей локации, а самые черные – это максимально низкие. Если вам удобно обрабатывать Heatmap в Photoshop, вы можете прямо в нем нарисовать локацию вашей мечты и потом просто импортить ее в игру. Но я покажу вам, как вставлять в игру Heatmap, взятый со спутника. Есть несколько сайтов в интернете, где вы можете взять Heatmap реальных локаций, отсканированный спутником. Это сайт NASA, это сайт Японского космического агентства. При помощи Google вы можете легко добыть эти ссылки. Все они позволяют скачивать Heatmap разных разрешений и размеров. В данном случае мы имеем несколько папок, в каждой из которых хранится Heatmap площади равной 1 градусу широты и 1 градусу долготы. Вот эти координаты как бы указаны. Внутри каждой папки хранится два тифа – это нормализованный тиф и ненормализованный. В Photoshop мы вставляем ненормализованные тифы. При первом рассмотрении кажется, что это просто черный файл, в котором ничего нет и смотреть здесь не на что. Но если положить сверху модифицирующий слой Levels и приблизиться, то мы увидим, что на самом деле информация о высоте в файле есть. Просто Photoshop не очень хорошо работает с 16-битными файлами. Склеим все наши 9 файлов в один слой и посмотрим, что там будет. Итак, примерно вот так выглядит наш Heatmap, если смотреть на него в Photoshop. Можно сложиться впечатление, что тут всего два уровня высоты – высоко и низко. На самом деле это не так, просто таковы особенности отображения 16-битных файлов в Photoshop. Если мы приблизимся, то мы увидим, что здесь информация о высоте есть. То есть здесь есть абсолютно черные места и где-то более светлые встречаются, я думаю, что вот здесь. Таким образом мы получили Heatmap какой-то текущей локации. Теперь то, что нам нужно сделать – это привести его к тому виду, когда мы сможем ставить его в игру. Я рекомендую накладывать не один уровень корректирующий, а лучше двумя аккуратно слоями редактировать видимость. Также, как мы можем видеть, данный спутниковый снимок несет в себя очень много шумов. Есть много способов избавления от шума. Я в данном случае воспользуюсь просто блюром и фильтром Median. Это не самый лучший способ, к сожалению, но мне просто важно показать вам сами принципы. Если вы хотите избавляться от шумов в корректном каком-то ключе, то лучше пользоваться не Photoshop, а какими-то программами для редактирования хитмапов, например, World Machine. Изменим размер нашего хитмапа на 2048-2048 точек и вставим его в нашу игру. Для этого сохраним файл в формате RAW. Продолжение следует... Перезапустим наш редактор, чтобы увидеть все изменения. Как мы видим, локация стала больше. Теперь отключим галочки Hasbeted Surface Ad World Ocean, чтобы ничто не было дополнительных багов в месте береговых линий. И симпортируем наш новый хитмап. Как мы видим, хитмап оказался под высотой. Я думаю, что это из-за того, что у нас стоит очень большой хитмапов сет. Давайте сделаем его поменьше. И так мы видим, в принципе, соответствующий тому, что мы хотели, ландшафт. Я не буду сейчас тратить время на точную его доводку. Как мы видим, тут и шума осталось достаточно много в виде холмов таких. В принципе, моя задача просто показать вам базу. Поэтому будем считать, что данный хитмап нас устраивает. Теперь о том, как этот ландшафт попадает в игру. Дело в том, что в игре мы видим не хитмап, а его триангулированную версию под названием LanMesh. LanMesh — это один такой большой mesh, состоящий из треугольников структура, в которую триангулируется наш хитмап в момент экспорта уровня. LanMesh вы можете наблюдать и в редакторе. Для этого достаточно нажать кнопку F11 и переключиться с отображения хитмапа на отображение LanMesh. Как мы видим, LanMesh у нас не соответствует сейчас хитмапу, потому что мы передвинули Offset, но не пересобирали LanMesh. Давайте пересоберем его, предварительно увеличив количество точек, потому что у нас достаточно большая теперь локация. Максимальное количество точек, которое я могу вам посоветовать — это 200 000 точек на LanMesh. Большее количество может вызывать тормоза. Давайте ограничимся 150 000 и нажмем RebuildMesh. Так как мы видим, теперь наш LanMesh приблизительно соответствует тому хитмапу, который мы импортировали. В этом легко убедиться, просто попереключав их между собой. Итак, мы создали LanMesh, но наша локация выглядит странно. Выглядит она странно по той простой причине, что неправильно применяется скрипт в данный момент, и нам надо просто перегенерировать все маски скрипта. Для этого надо нажать landscape, rebuild colors. Про то, как работает скрипт, я расскажу вам в следующих уроках. В данном случае просто мы как бы увидим, что он сработал. У нас по берегам теперь растут елки и масочки плавно перетекают друг в друга. Еще одна вещь, которую я рекомендую вам сделать, это нажать кнопку Add World Ocean, чтобы избавиться от проблем с фликером на небольшой глубине. Толерантность маски постоит не 0,9 метра, а поскольку у нас очень все-таки большая локация, мне кажется, достаточно где-то 5 метров. Нажимаем Enter и rebuild mesh. Он просто будет занимать теперь чуть большее время. Но в итоге наш лонмеж должен быть более точным. Именно в береговой части. А береговая часть как бы наиболее важна обычно, потому что она создает основное впечатление. Есть еще один способ повысить точность передачи хитмапа в лонмеж. Это создать маску под названием Importance Mask. Importance Mask действует следующим образом. Там, где она нарисована, точность передачи хитмапа в лонмеж умножается на вот этот вот Importance Scale. То есть можно так настроить, что там, где нарисована Importance Mask, у вас будет точность очень большая, а там, где не нарисована Importance Mask, очень маленькая. Дефолтный вот этот вот параметр 0.35, он, в принципе, достаточен для того, чтобы делать где-то более детальные вещи, а где-то менее детальные. Как же работает Importance Mask? Это единственный слой, который мы сегодня создадим. Нам надо создать новый слой. Прямо так его назовем Importance Mask. В свойствах укажем у него маску. И маска важности, она обычно уже присутствует. Воспользуемся уже существующей Importance Mask. И поставим галочку писать финальный вес в Importance Mask. Мы не будем прописывать тут никакие правила. Про правила я вам расскажу в следующем, опять же, уроке. В данном случае нас интересует только маска. Подвинем наш слой, чтобы у нас заработала. Кнопочка Edit. И теперь мы можем рисовать маску. Как и со всеми остальными масками, мы можем поставить галку Show Blue White Mask. И если мы смотрим на Hitmap, то мы увидим достаточно удобную для редактирования ситуацию. Можно обработать этой маской береговую линию. Или какие-то другие места, в которых вы считаете передачу Hitmap особенно актуальной. Точную передачу Hitmap. После того, как вы закончили, можно нажать Done. И в очередной раз перебилдить LanMesh. Как мы видим, в этих местах стала чуть более точная передача. Но сейчас это будет не слишком заметно, потому что наша локация огромна. Поскольку сегодня я вам рассказываю только о инструментах, которые модифицируют ландшафт, необходимо упомянуть еще о таких вещах, как спрайты и полигоны. И спрайты и полигоны могут в нашей игре модифицировать ландшафт. Для начала давайте переключимся в режим Hitmap. Мы в нем. Просто чтобы сразу видеть все изменения, которые мы будем делать. И отключим привязки. Чтобы мы могли свободно рисовать. Нарисуем просто пустой сплайм. И зайдем в его свойства. Это сплайн 01. Как бы ничего у него нет, он абсолютно пуст. И у него есть такая вкладка Modify, которая влияет на то, модифицирует или не модифицирует он Hitmap. Тут у нас находится переключатель. Модифицировать себя по Hitmap, не модифицировать никого или модифицировать Hitmap. А здесь находится переключатель того, как это все будет действовать. Это ширина линии, которая будет модифицироваться. Это ширина сглаживания. Это параметры offset. Подвинем точку. Как бы мы видим, что у нас ничего не поменялось. Сейчас объясню почему. Потому что во вкладке Render нам надо переключить переключатель на показывать Hitmap финальный после модификаторов. Возвращаемся в свойства сплайна. Как мы видим, точности в данном случае Hitmap чуть-чуть не хватает, потому что у нас получилась очень большая локация. А Hitmap всего лишь 2048 на 2048. Поэтому, возможно, стоит задать чуть большую ширину. Или может быть даже 40. Как мы видим, таким образом сплайном можно нарисовать небольшую гору. или, наоборот, овраг. Это гораздо быстрее, чем двигать кистью. И, к тому же, всегда можно что-то поменять аккуратненько. После того, как вы сбилдите Mesh, эти изменения попадут и в LandMesh тоже. Кроме того, вы можете запечь эти изменения, чтобы убрать потом сплайн. Но изменения в LandMesh остались. Делается это следующим образом. Вы выделяете сплайн, который вас интересует. Нажимаете Landscape. Collapse Modifiers. И изменения запечены. Теперь, если мы даже удалим наш сплайн, изменения, как мы видим, остались. И таким же образом у нас может быть создан модифицирующий полигон. Единственное отличие полигона от сплайна заключается в том, что полигон всегда плоский. Что это значит? Это значит, что даже если вы нарисовали не плоский полигон, как мы видим, я нарисовал не плоский полигон. Под ним будет рисоваться плоскость на высоте самой низкой его точки. В данном случае это вот эта точка у нас. Если я ее сейчас сделаю выше, самой низкой точкой станет другая и полигон будет рисоваться по высоте другой точки. У него также есть сглаживание. Можно сделать сглаживание больше. И мы также можем запечь этот модификатор. Кроме сплайна и полигона у нас есть также модифицирующий ландшафт кисти. Это кисть, которая роет холмы. Кисть, которая нарывает овраги. Кисть, палец и сглаживающая кисть. Кисть, которая роет холмы, действует следующим образом. Это такая сфера, по которой вы можете понять, что у вас модифицирующая кисть. Если вы нажмете и будете держать кнопку Tab, то вы увидите ее свойства. Они все подробно расписаны у нас в мануале. Можете таким образом нарыть небольшой холм. Вторая кисть позволяет вам нарыть овраг. При помощи квадратных скобок вы можете уменьшать или увеличивать радиус кисти. Кисть, палец действует так же, как инструмент палец в фотошопе. Позволяет вам сглаживать ландшафт. Переносить высоты с одного пикселя на другой. И сглаживающая кисть просто сглаживает ландшафт внутри себя. Вот собственно и все модифицирующие ландшафт кисти. На этом будем считать нашу работу с ландшафтом законченной. Потому что у нас сейчас нет задачи что-то конкретное сделать. Я просто показываю вам пример. И нашу локацию надо отэкспортить в игру. Для этого нажимаем кнопку Export to PC. И экспортим наш уровень в вашу папку с игрой. Content Package Local Levels. Название локации. Нажимаем кнопку сохранить. Осталось еще пару небольших настроек, чтобы запустить нашу локацию в игре. Для этого откройте любой браузер файлов, которым вы пользуетесь. Я вот пользуюсь фаром. Дойдем в папку нашей игры. Обратите внимание, что кроме локации, которая здесь лежит, здесь есть еще BLK файл и файл карты. Карту я по-быстрому сделал в фотошопе при помощи вот такого слоя Gradient Map. Положив его прямо сверху нашего хейтмапа. Давайте сохраню. Так, карт у нас есть. И осталось сделать BLK файл. Я рекомендую его сделать просто копированием. файл LocationSample с соответствующим названием. ctk-location-test. Зайдем внутрь. Посмотрим, что там. Здесь у нас прописывается, собственно, сама карта. То есть по умолчанию, ну, если мы скопировали предыдущую локацию, у нас встала старая карта. Это настройки широты и долготы для нашего редактора. Год, который понадобится вам в случае, если у вас будет историческая локация и дата, соответственно. Нас интересуют следующие настройки. Map-координат и AI Map-координат. Это размеры нашей карты. Они нужны для того, чтобы у нас правильно мапилась карта к нашей локации. Поскольку мы посчитали размер нашей карты и он у нас, как мы помним, равен 49 умножить на 2048. 100 километров 352 метра. Надо учесть, что наша локация будет находиться ровно посередине. Соответственно, надо разделить эти координаты на 2. И это относительные координаты всех четырех углов получаются у нас. То есть прописываем их сюда. Все остальные параметры можем оставить по умолчанию. Про параметры травы я вам расскажу, когда я буду рассказывать про слои. С водой у нас как бы тоже все будет в следующий раз. Сохраняем этот файл и выходим. И необходимо чуть-чуть поправить нашу миссию для того, чтобы она у нас запускала именно эту локацию. Пользовательские миссии лежат в папке dev.warthunder.usermissions. Заходим в миссию, которая у нас сделана для того, чтобы проверять локацию. То есть TestLocationSampleMission. Вот здесь у нас прописывается уровень, который будет запущен. Просто изменим его на CDK. Location. Test. Сохраним. И допустим нашу игру. Нам нужны пользовательские миссии. TestMissionSampleLocation. Как мы видим, тут уже наша новая карта. Запустимся на аркадном уровне сложности. В принципе, это не важно. Мы просто хотим посмотреть, как у нас правильно все отэкспортилось. Что ж, мы посреди нашей огромной локации. Все верно. Давайте подлетим к побережью. Итак, мы долетели до побережья. В общем, мы можем убедиться, что это наша карта. Та самая, которую мы выгрузили. Как мы видим, все это очень просто. Редактирование ландшафта это просто. О том, как редактировать маски, слои и все остальное, я расскажу вам в следующих уроках. Дерзайте. Делайте миссии. Желаю вам в этом удачи. А также не забывайте подписываться на наш канал. Впереди вас ждет много интересного. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...